Привет, друзья! А весна-то уже не за горами. Весна не за горами, потому что за окном прекрасная погода. И я сегодня, знаете, что решил? Не буду усложнять все процессы в нашей гастрономической и оттого не такой простой и легкой жизни. А немножко упрощу. Давайте сегодня позапекаем картошку. Ну, просто запеченная картошка. Почему нет? У меня есть вот три одинаковые небольшие картофелины. Конечно, надо было бы, может быть, в два раза больше их брать. Но я хочу заметить, что как повар, что чем больше картошка, тем она дольше запекается. Поэтому, взяв небольшого размера, но тоже довольно крупные, но побольше штук, вы можете сделать прям порционно на 10 человек одним махом. Можно я напишу первый комментарий? Да. Почему их три? Почему три? Четыре. Ты сказал три. Я сказал три. Сначала их нужно запечь целиком. Для простоты всех манипуляций делаем так. Пусть картошка привыкает к гнезда. Мы будем дальше продолжать потом в этих гнездах процесс запекания. Поэтому чуть-чуть нужно сбрызнуть маслицем. У меня духовка стоит 200 градусов. Минут на 30 отправим ее, пусть спокойненько там запекается. Пропекается полностью. Что будет в итоге, я вам сейчас пока не скажу. Смотрите ролик дальше и не забывайте подписываться. Кисточкой слегка масло можно разогнать. Во-первых, масло является проводником температуры. Ну, во-вторых, просто смазывайте всегда картошечку маслом. Она будет и немножко золотиться. Все, соль я не добавляю, просто отправляю в духовку. Все, 200 градусов, минут 30. Пусть она запекается. Честно признаюсь, картошка простояла немножко дольше. Я был занят, поэтому минут 40 она у меня где-то стояла. Но, судя по звуку, она полностью готова. Вот. И судя по цвету. Опа. Крышечку мы срезаем. Раз. Нужно взять ложечку такую, знаете, чтобы острый край у нее был. Вот у меня прям, мне кажется, кто-то их затачивал специально. И чашечку, в которую я буду отправлять все внутренности. Смотрите, крышечка нам не понадобится, поэтому, в принципе, я ее выскребу. И пока не знаю, что буду делать. В общем, нужно раскрыть все картофелины. Выскрести оттуда внутренности. Не все, а оставить тонкую стенку. Серединку вынуть, но чтобы стенка форму держала. Пока картошка остывает, можно добавить немножко зеленого лука. Зеленый лук обязательно. Мне не нужно идеальное пюре, да? Мне нужно просто всего лишь его размять. Это хорошо, если будут какие-то, знаете, такие небольшие кусочки. Картофель очень у меня попался такой, знаете, крахмалистый. Вот, смотрите, немножко я оставил до толщины. Конечно, вы сейчас скажете, заморочка опять какая-то. Да, конечно, это заморочка. Но если бы они, например, были холодные, я бы все вместе это сделал меньше, чем за минуту. Последняя картошечка свободна от внутренностей. Теперь в картошку я добавляю немного бекона. Просто сырокопченый бекон. Чем мельче, тем лучше нужно нарезать бекончик. Сырой, не будем его обжаривать, ничего. Это все сюда. Да, именно так. Я мну картошку вместе с беконом и луком. Да, и для хейтеров, картошку перед тем, как началась съемка, я тщательно помыл щеточкой. А то мало ли там, может быть, по ней мышки бегали. Теперь сюда я добавляю, у меня есть соль, чили, перец. С хлопьями прям. Сливки у меня ждут, когда несколько ложек я добавлю. Вот. У меня картошка должна быть такая, довольно жидкая. Сливки у нас жирностью 22%. 33% не стал брать, но и 10% тоже получается, что почти что молоко. Никакого яйца сюда добавлять не нужно. Сюда нужно добавить обязательно паприки для цвета и красоты. И обязательно нужно натереть сыр. Сыр у меня простой, самый вкусный. Если вы любите сыр и не хотите его переборщить, то берите моцареллу. Вот это моцарелла для пиццы. Она безвкусная. Здесь нету никаких кисломолочных бактерий. Это прям сладкий сыр, который офигительно тянется. Поэтому небольшое количество сыра, моцареллы для пиццы, я тру в картофан и вмешиваю внутрь. Если картошка будет слишком горячая, но она не может быть горячая слишком, потому что уже прошло столько манипуляций. Во-первых, сливочки холодные были чуть-чуть. Сливок чуть больше надо. Хотите, сливочное масло добавьте, но в принципе этого не требуется. Получается вот такая вот масса. Так как она полностью съедобная, поэтому предлагаю ее попробовать. Если вы поняли, что она вкусная, но не хватает соли, то нужно досолить. Но по мне так еще не хватает немножко сливок. И чуть-чуть сыра. Немножко сыра, 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 сыра. Вот так. Все. Да, по весу. Вот вы меня спрашиваете, пишите и количество ингредиентов. Как я вам напишу, если я по вкусу? Вот вы должны всегда научиться рулить этим процессом. Вы добавляете соль. Если я напишу, что на какой-то объем нужно 5 граммов. Да, для части людей это будет нормально. А часть людей скажут, что пересолено. А другая часть недосолена. Вы должны сами ориентироваться по вот этим вот моментам. Я вам могу всего лишь показать, что картофельное пюре должно быть вот, знаете, как жидкий пластилин, что ли, или что, как вот назвать, как густая сметана. Да, еще очень важный момент. У меня ведь канал о том, как готовить, а не о том, что готовить. Поэтому я даю много теорий, рассказывая про вкус, про консистенцию, про форму, еще про что-то, для того, чтобы вас научить думать. И уже опираясь на определенные знания, чтобы вы сами могли уже готовить для себя вкусную еду, чтобы вы понимали, где вкус. В общем, этот фарш отправляем обратно в картофан. Наполняем картофан. И, соответственно, зубочисток нет, поэтому у меня шпажки. Нужно взять бекончик и обернуть картошечку сверху, для того, чтобы у нас был и вкусный аромат, и вообще было все вообще много, мега-мега-мега вкусно. То есть нужно просто ее обернуть. Можно в два слоя, можно в три слоя, в четыре. И для того, чтобы у нас бекончик никуда не девался, аккуратно его раз. Все, возвращаем обратно к гнездышку. Можно руками немножко здесь у нас сыр, и со всеми остальными картошечками проделываем то же самое. Бекон защипляем маленькой зубочисткой, чтобы он не отвалился. Ну, а теперь то, что у нас получилось. В своих фольгированных гнездах отправляется все в печь. Я температуру чуть больше сделал, для того, чтобы, ну, даст бог, верхушка чуть подрумянится. Не подрумянится, но и фиг с ней. В общем, сделал побольше. 15 минут, я думаю, этого будет достаточно, для того, чтобы картофан весь прогрелся, потому что там у нас не плотная теперь текстура, а рыхлая. Значит, в крышечке здесь на ваше усмотрение. Вы можете нарубить какой-нибудь сальсы там из томатов, и зелени подать вместе с картофаном. Но так как они, о, стоят. Ну, так как они, в общем, у вас стоят или не стоят, неважно. Сюда можно сметану положить и поставить рядом с картошечкой. Я сильно заморачиваться не буду с ними. Я их отставлю в сторону, потому что, ну, зачем сильно заморачиваться? А, получились какие румяные штуки. Так, бекончик прижался, все классно. Можно теперь зубочистки выкинуть. Все отсюда, потому что картофан-то готов. Ну, какую-какую-какую-какую-какую кручу-верчу, найти тебя хочу. Оп. Давайте возьмем вот эту картошечку. Так, режем. Вот она. Сыр тянется. Все прогрелось, вообще великолепно. Так, теперь на красивую тарелку нужно выложить две половинки, ложечку сметаны. Оп. Зеленый лучок. И вот это чудо природы уходит куда? Правильно, мне на пробу. Разрезал я специально для того, чтобы вы посмотрели, как это все чудо выглядит изнутри. Можно, конечно, с помощью вилки и ножа это все отпиливать и засовывать в рот. А можно это есть ложкой, как яйцо в смятку. Варианты разные, на ваше усмотрение, в любом случае. Я-то, конечно, буду пробовать, потому что сверху, во-первых, бекон. Вы его можете тоже, он, знаете, подсыхает, вы его можете снимать. Хотите картофельную шкурку, не ешьте, но она вообще хрустящая, прикольная. Поэтому... Вот это русская еда. Русская по вкусу. Я не имею в виду исконно русская историческая еда. Я имею в виду, что сейчас вот этот рецепт зайдет каждому, потому что каждый русский человек любит картошку, сыр. Все сливочное, вкусное и с беконом. Да, это круто. Еще когда-нибудь я мечтаю сделать какую-нибудь какашку и сказать, что это какашка, но вы в комментариях пишите, мол, типа, а что-то вот у тебя не получается. Да нет, все получается, потому что я же... Все же написано там, шеф-повар. Я же понимаю, что с чем смешивать надо. Ладно, все, до новых встреч. Смотрите меня дальше на канале шеф-повар Василий Емельяненко. Пока!